Сейчас мы запускаем искусственное солнце и видим вольтамперную характеристику солнечного элемента. Мы сейчас наблюдаем рождение революционного тока в фотоэлементе нового поколения, разработкой которого занимаются российские ученые. Он прототип уже вот таких гибких современных солнечных батарей, которыми, я надеюсь, мы скоро будем все пользоваться, чтобы заряжать, например, наше мобильное устройство. Вот так это работает, будет удобно. По идее, солнечные батареи производства РФ скоро станут доступнее. Ученые из МИСИ создали первый российский гибкий фотоэлемент и обещают, что будет лучше других превращать энергию солнца в ток. Сейчас наносим на стекляшку очень интересный полупроводник – Пировскит. Тонкая пленка толщинами кроны. До сих пор солярный ток извлекают из кремниевых панелей. Такие зарядки не лежат на каждой крыше, потому что дорогие, и им все время ищут замену. Но в 2009-м ученые США заметили – металлоорганический минерал тоже хорошо поглощает солнечный свет. Идет свет, белый, в нем много разных фатонов. Часть фатонов поглощается в Пировските, генерят 15 или 20%. Остальные проходят дальше. До кремния или до синии, до галия. Еще генерят 15%. Эффективность может зайти туда, чего еще до сих пор не было. Оказывается, уже 7 лет в мире идет научная борьба. Кто быстрее получит максимум тока при попадании света на пировскитный элемент. Гибкий аккумулятор уже производят в Дании с 2010-го. Хватает на смартфон. Проект профессора двух вузов Анвара Захидова догнал мировые достижения. Пировскитная или полимерная технология для солнечных элементов позволяет наносить свои печатные технологии. Производить сам пировскит в принципе проще и дешевле, чем кремний. Его получают из зонов свинца, йода и соли металлов. На входе у нас просто рулон, допустим, с прозрачным электродом. На выходе у нас готовый солнечный отпечатанный элемент. В слое 500 мм находится на самом деле вот такая вот сложно сочиненная структура. В ней мы придумали использование прозрачного электрода из углеродных нанотрубок, который находится между двумя ячейками, для сбора отрицательных зарядов. Положительные заряды у нас забираются с других электродов. Мощность фотоэлемента зависит от прозрачности слоев над поглотителем энергии. Не трясемся, давай, давай, давай. Мы углеродные нанотрубки протягиваем и наносим на пластину. Таким образом, что мы на нее нанесли? Прозрачный электрод. Такая же технология доступна в промышленном масштабе? Мы научились делать так, что мы после модификации увеличиваем как прозрачность, так и проводимость. То есть свет сквозь них проходит. Тогда как с обычными электродами работает все наоборот. Проблемой в эволюции солнечных батарейок остается сам Пировскит. Портится на воздухе, чем защитить без потери. В Германии знают, наши материаловеды еще думают. Немного не хватает высокотехнологичного оборудования в институтах, поэтому гибкая российская батарейка пока еще остается областью научной мысли. Чтобы, например, я через пять лет могла взять вот такую солнечную батарею российского, а не датского производства, сколько денег нужно? Несколько миллионов долларов. И через пять лет мы продадим вам или подарим уже просто.